Отныне над судами в путинской России можно повесить следующий девиз. Оставь надежду всяк сюда входящий. Здравствуйте, люди добрые. Вы находитесь на канале Голос Правды. Сегодня я узнал о том, что суд присяжных вынес вердикт по делу Рамиля Шамсудинова, солдата-срочника, расстрелявшего десятерых своих сослуживцев, восемь из которых впоследствии были убиты, а двое ранены. Суд присяжных единогласно вынес вердикт о том, что Рамиль Шамсудинов виновен. Пять из присяжных заявили о том, что Рамиль Шамсудинов достоин снисхождения, три высказались против снисхождения. Известный правозащитник Павел Чиков, правозащитная организация АГОРа заявила о том, что Рамиль Шамсудинов не может быть вынесен пожизненный приговор. Максимум это две трети от максимального срока по статье 105 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой обвиняется Рамиль Шамсудинов. То есть максимальный срок предусматривается 20 лет. Судья, по мнению Павла Чикова, не может вынести приговор более чем 12 лет и 4 месяца заключения. Знаете, друзья, я уже не верю в справедливость, в милосердие в путинской России. Это понятие не о судах путинской России. Я уверен, что путинская Россия очень скоро рухнет, потому что в ней нет справедливости, нет уважения к народу, нет элементарной заботы о народе. Я уверен, что скоро путинская Россия рухнет. И ровно в тот момент, когда она рухнет, Рамиль Шамсудинов выйдет на свободу. Это мое глубокое искреннее убеждение. В последнее время очень часто сравнивают двух людей, двух политиков, правителей России, Иосифа Сталина и Владимира Путина. Интересное сравнение нашел. Оказывается, при Сталине выносилось судами от 9 до 13% оправдательных приговоров. В путинской России процент оправдательных приговоров не более чем 0,8%. Получается, что суды при Сталине более чем в 10 раз были более милосердны. Вот такое интересное заключение. Это несмотря на то, что при Сталине были репрессии 20-х годов при кондиктивизации, репрессии 37-го года, репрессии послевоенные. Ну, такая интересная статистика. Хочу обратить ваше внимание, что при Сталине каждый день практически открывались новые заводы, новые фабрики. При Путине заводы и фабрики только закрываются. Ну, может быть, несколько было построено, но гораздо больше было закрыто. Гораздо больше. При Сталине основывались новые города. При Путине умерло уже более 20 тысяч деревень. Если взять 21 год правления Путина, ну, я считаю, и правление Путина, когда он был премьер-министром, а страной якобы руководил Дмитрий Медведев, я считаю, эти годы. Всего, получается, 21 год, и в среднем получается, что каждый день, каждый божий день правления Путина умирало по три деревни. Вот такая интересная информация. Еще интересное сравнение. Оказывается, календарь 1937 года и 2021 года полностью совпадают день в день. Как вы думаете, это простое совпадение? Я думаю, что это неспроста. Это говорит о том, что, несмотря на то, что 20-й год был очень тяжелым для россиян, 21-й год будет еще тяжелее. По предсказаниям православных пророков, мировых предсказателей, я думаю, что Россия узнает о том, что такое большая война, голод, разруха, репрессии. Я думаю, что все это мы узнаем в 2021 году. Поэтому я не буду вас поздравлять с Новым годом. Поздравлять не с чем. Последнее сравнение на сегодня. Хочу сравнить оправдание в судах путинской России и игру в русскую рулетку. Так называемая русская рулетка. Это игра очень смелых людей, когда в барабан револьвера заряжается один патрон. Шесть играющих, шесть барабанов револьвера. И каждый играющий по очереди нажимает на спусковой крючок этого револьвера, поднеся пистолет к своему виску. Процент того, что будет убит первый играющий, 16%. То, что будет убит второй играющий, 20%. Третий 25%, четвертый 33%, пятый 50 на 50%, шестой будет убит 100%. Но это в теории. На практике все равно есть вероятность того, что пистолет даст осечку. И вы знаете, мне пришло в голову такое сравнение, что процент оправдательных приговоров путинской России напоминает игру в русскую рулетку с полностью заряженным револьвером. У вас есть вероятность только того, что пистолет даст осечку менее 1%. Вот такое сравнение. Последнее. Хочется обратиться к судьям в путинской России. Это не угроза. Это, так сказать, предупреждение свыше. Какой мерой судите, такой вам отмерено будет. Бог все видит. Вы никуда не денетесь от Божьего наказания. Если вы кривили душой в судах путинской России, вы понесете за это наказание. Бог никого не простит. Потому что вы никого из нас не прощали. До свидания, друзья. Пишите ваши комментарии. Ставьте лайки, если вам понравились мои мысли. Или дизлайки, если вам все равно. Или вы путинист. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды. Редактор субтитров А.Семкин